Теогарден Би экзопланета с индексом подобия Земли в 95%. Может ли быть она обитаемой? Эта экзопланета очень похожа на нашу Землю. Близкие масса и климат могут сделать ее пригодной для жизни. А с учетом близости ее к Солнечной системе, это делает ее целью номер один для поиска внеземной жизни. Астрофизики дали ей индекс подобия Земли, ESI, в 95%. Давайте же разберемся, может ли все-таки существовать жизнь в условиях, в которых вращается эта планета. Звезда Теогардена находится в созвездии Овна, всего в 12,5 световых лет от нашего Солнца. Принадлежит классу красных карликов. Уровень светимости в тысячу раз меньше, чем у Солнца. А масса звезды Теогардена в 11 раз меньше. Звезда довольно старая, ей порядка 8 миллиардов лет, против 4,5 у нашего Солнца. Но тем не менее, эта звезда представляет огромный интерес для исследований. Дело в том, что вокруг нее вращаются две планеты, одна из которых максимально похожа на нашу Землю. Теогарден Би по массе составляет 1,25 земных, то есть по габаритам практически идентично. Вероятность, что климат на ней соответствует земному 60%, то есть что есть вода в жидком виде, умеренные температуры, а значит высокие шансы для появления органических форм жизни. Возможно, средняя температура на нем, по оценкам ученых, составляет 28 градусов. То, что его звезда тусклая, компенсируется расстоянием. Теогарден находится ближе к своей звезде, чем Меркурий к нашему Солнцу. Планета совершает полный оборот вокруг своей звезды менее, чем за 5 дней. Такой уж там получается год, меньше, чем земная неделя. И все-таки цифры чересчур оптимистичны. Планета обращена одной стороной к своей звезде. Там мощная приливная связь, которой вряд ли смогло бы адаптироваться все живое. Климат будет крайне тяжелым и маловероятное появление сложных форм жизни. Но главное, на этой планете, скорее всего, отсутствует радиационный пояс Ван Алина. Именно этот пояс сдерживает космическую радиацию и делает возможной жизнь на нашей планете. В этом нам помогает сильное магнитное поле. А на Венере, Луне и Меркурии радиационного пояса нет. И, наконец, главная проблема, связанная с красными карликами. На них регулярно происходят мощные вспышки, которые, с учетом близости планеты, давно бы снесли бы всю атмосферу Стигардена Би. А значит, он бы не смог обеспечить никакую защиту даже простейшим организмам от разрушительного воздействия лучей. Ну и напоследок, можно посмотреть модель данной планеты. Всем спасибо за внимание и до новых встреч!